В Муравленко полным ходом идет строительство ледового городка. Его открытие состоится уже в конце декабря. Над чем сейчас работают скульпторы и каким будет конечный результат, расскажет моя коллега Татьяна Бойко. Еще чуть-чуть и эта площадка превратится в настоящее космическое пространство. Его заполнят ракеты, луноходы, кометы, планеты и даже неопознанные летающие объекты. Над созданием скульптур трудятся ледовых дел мастера. В руках скульптора стамеска – один из главных инструментов. Специальный металл режет лед, словно бумагу, и как по волшебству глыбы льда превращаются в удивительные фигуры. Владимир Алманов – настоящий профессионал. Скульптурой занимается с 10 лет. Недавно участвовал в международном зимнем фестивале «Гипербория». Занял третье место. На Ямале он впервые. Шикарный лед, погода хорошая, климат приятный. И удивил город на самом деле. Я ехал, не знал, как будет это тут. Но атмосфера очень приятная. Город очень цивильный, чистый. Возводит городок строительная компания «Ермак» из Перми. Муниципалитет заключает с ней контракт не в первый раз. Первая бригада мастеров приехала задолго до начала основных работ. Заготавливали лед. Всего на строительство городка понадобится не менее 800 блоков. Все работы идут по графику. Уже почти вышли на финишной прямой. Совсем скоро специалисты приступят к цветовому оформлению. В этом году немножко подсветочка будет другая. В плане конструкции подсветки мы немножко поиграем с цветами, с направлениями. Горки, лабиринты и ледовые фигуры обязательно должны строиться с соблюдением ГОСТа. За этим следят специалисты управления коммунального заказа. По этому ГОСТу мы конкретно отрабатывали высоту, толщину, конструкции, конструктивы, для того, чтобы они не могли ни упасть, ни привалить, ни сломаться. Нагрузки, как по горкам требования, то это весовые нагрузки. О том, что мы прекрасно понимаем, что детки будут забегать. И по весу, как говорится, мы с 50-кратным увеличением сделали деревянный каркас. Горожане с предвкушением ждут, когда же, наконец, зажгутся огни на главной елке города, самые нетерпеливые, нередко наведываются на территорию строящегося ледового городка. Монтажники и скульпторы предупреждают, пока ведется строительство, находиться там небезопасно. Вместе с тем обещают закончить все работы до 23 декабря. Также снежные фигуры и горки появятся в Малдежном сквере в районе 5-й и 2-й школ города. Совсем скоро горожане смогут в полной мере насладиться настоящей зимней сказкой. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Новости Муравленко.